Ребята, сейчас такое было смешное, что у нас произошло в нашей квартире. Короче, постирала я занавесочку. Вот, она висит, у нас сейчас всё занято, поэтому пришлось подцепить вот так на дверь. По-другому никак. Говорю, Ань, понюхай, пожалуйста, чем пахнет или воняет эта занавеска. Аня, конечно, подошла, понюхала, долго думала, думала. Я ей говорю, тебе никакие ассоциации там головы не дают. Типа, что это могло бы быть вообще? Она такая говорит, Настя, я вообще-то на похоронах не была. Это ты была постоянно на похоронах. Я говорю, да, я, кстати, ой, не знаю, в этом видео расскажу или нет. Я, ну, наверное, скажу. Своё детство я много времени проводила, так можно сказать, не то что на похоронах. Ну, так и есть, да, была на похоронах, потому что много родственников, много бабушка, дедушка умирали. Мамины родители, папины родители, родственников там родителей и одноклассников. Одноклассников родителей, которые погибли тоже. И всё как-то, знаете, в детстве вот такой самый бред, оно как-то вот запоминается в голове. И постоянно об этом думаешь, и все какие-то запахи, ты вот даже сейчас, типа, оно запоминается, и всё, и в голове как-то откладывается. Не знаю, напишите, ребята, у вас есть такой странный бред или нет. Я же говорю, постирала эту занавеску, я понюхала, как только достала со стирки, я постирала, этим, перволь, да, у меня порошок, жидкий перволь. Я понюхала, и мне почему-то в голову вот запах реально похорон, я не знаю, почему ассоциируется с похоронами, вот. Вот, и Аня это подтвердила, когда я говорю, Аня, понюхай, пожалуйста, эту занавеску. Аня понюхала, говорит, конечно, всё понимаешь, ты была на похоронах, но я нет. Я говорю, так почему же тогда ты сейчас сама жил, гадала и говоришь насчёт похоронок. Значит, ты знаешь этот запах, как всё на похоронах, как это ты видела, чувствовала, и запах тебе как-то вот запомнился, ты сейчас мне сама это говоришь. Она понюхала и говорит, типа, да, запах говорит гроба. Я это почему-то рассмешила, я говорю, а как ты, откуда ты вообще знаешь, как нормальный человек, я не знаю, наверное, не знаю, там, наверное, какие-то сани ненормальные, или как это назвать, потому что вот запах как-то, ну, вот, она говорит, уточняет, утвердила, что запах гроба. Я этого не знаю, но вот почему-то я нюхаю, у меня ассоциация, что эта занавеска находилась в помещении, там, где хоронили человека, вот, может, это была эта комната, может, тут хоронили кого-то, и запах впитал, но это я так сейчас фантазирую, но на самом деле это не есть так. И, ну, знаете, у головы такой бред идет почему-то, и запах вот остался, ну, не может, конечно, на занавеске быть долго запах, потому что сколько уже раз эта занавеска перестирывалась, хоть она не в идеальном состоянии, тут бабушка жила, но я не знаю почему. И Аня мне рассмешила, говорит, запах гроба, я говорю, откуда ты знаешь, как воняет или пахнет запах гроба? Когда она говорит, когда материал вот этот гроба, я говорю, ну да, ну реально что-то вот такое присутствует, я не знаю почему, пишите, есть у вас такие запахи какие-то там в голове, не знаю, может, думаете, вспоминаете что-то, и вам это напоминает. Ну вот реально такой бред почему-то в голову идет. Я не знаю почему, но именно эта занавеска воняет, и нас немножко отпугает. Ой, такое, сейчас собрались, идем на улицу, снимем вам видео, расскажу вам про беженцев из Украины та беженцев из России, то что будут думать немцы про Украину та Россия. Я думаю, это будет зараз видовать, мы выйдем на улицу, сегодня, кстати, суббота, все магазины в Германии закрыты будут с воскресенья по понедельник, поэтому нужно сейчас быстренько идти в магазин, потому что у нас в Алге работает до 19.00, и надо быстренько скупиться, потому что я вижу, смотрю на улицу, немцев полно, ходят, гуляют, магазины с кошиками, кстати говоря. Я на улице в окна смотрела, мужчина стоял с кошиком, как у нас, видимо, все-таки ходят в церковь, я просто этого конкретно не знаю, напишите, знаете, как вы, они эту Пасху отмечают. И, видимо, все-таки вот закупляются и празднуют. Я думала, что они вообще не празднуют праздник, но оказывается, что да, празднуют. Так что такие дела, ребята, позже свяжемся, а вы напишите в комментариях, есть ли у вас какие ассоциации и вообще, как вы думаете, это нормально или нет. Ну, Аня реально меня развеселила, говорит, это запах гроба. Я говорю, ну да. Так что до скорой встречи. Всем спасибо, ставьте лайки и подписывайтесь.